Доброе утро! Вы на канале у Светланы Александровны. Вчера, ребятки, даже не смогла я вам видео вечернее снять, чтобы второе выпустить. Честное слово, снимала, а потом уже выпустить просто не было сил. Сделала себе утреннее кофе счастья. Подойду, сейчас сяду в кресло и немножечко с вами пообщаюсь, дорогие мои. Ой, как хорошо. Да, как видите, у меня уже на кухне мой комплект диванный. Пересадила всё. Ой, у меня сейчас всё напересадило, да? Переставили мы всё. Сколько моему мужу понадобилось сил, чтобы вот это всё переставить. Ребят, утром ему надо было поменять две машины колёса, свою и дочкину. Представляете? Вот, потом в десять часов поехать внучку надо было укольчик сделать. А он попросил дедушку, чтобы он с ним был. Не плакал, ничего. Ну вот, знаете, захотелось ему всё-таки, чтобы был дедушка, да? Поддержка. Мамы мало ему было. Поехали они. Вот. Потом надо же к десяти часам было забирать мебель в зал. Ну, в диван. Я вам всё покажу, ребят. Всё-всё покажу. Потому, как говорится, начать разговор и не показать это будет неправильно. Вот. Значит, у меня здесь стоит вот кресло. Барную стойку пока мы не убираем. Там будет ремонт. Ребят, это... Ну, знаете, всё это переставлять очень тяжело в летней кухне, да? Она будет в летней кухне. Вот за спиной у меня барная. Вот. И, конечно, кресла будут стоять вот на этой стенке. Не так, как вот я сейчас сижу. Сюда, конечно, не хватает журнального столика. Ну, ничего, всё впереди, всё купим, всё сделаем. Вот. И думаю, что будет очень хорошо. Кукушку, наверное, уже придётся перевесить. Потому мешают это самое. Вот сюда на стенку повесим, наверное, кукушку. Или, может, вот туда повесим кукушку. Ну, короче, потом выберем. Но это целая война, ребят. Это перестановка. Ну, представьте. С кухни переставить в летнюю кухню. С летней кухни убрать два диванчика, вот тех, которые раньше были. В зало переместить диван и кресло сюда, в зимнюю кухню. И поставить новую мебель. Ужас, ребят. Ужас. Мы устали. К вечеру мой муж уже просто ног не мог. Потом дети приехали посмотреть кресло. Ой, господи, уголок. А у нас даже вот перекупались, и у нас даже сил никаких нет. Даже им внимания уделить. Вот так мы вчера устали. И, честно говоря, я даже сегодня встала. Вот не знаю, ребят. Я встала. Где-то было, наверное, полседьмого утра. Ну, пока я зарядку сделала. Кстати, вы делаете зарядку или нет? Зарядка должна быть обязательно по утрам. Независимо, сколько вам лет. Хоть девяносто. Вы поняли? Я думаю, что у меня больше подписчиков моего возраста. Ну, плюс-минус, да? Ребятки, что-то очень плохо она Дзен подписывает. Ну, прошу вас, пожалуйста. Ну, поддержите меня. Потому я возлагала большие надежды на вас, родные. Ой, ну вот что еще по поводу вот этого. Что мне неудобно сидеть. По поводу, как говорится, наших вот этих всех мебельных перестановок. А потом же, ребят, все попоставила. Все, как говорится, уже вроде бы видно, что в каком уголочке, да? Посмотрела. Откуда это вот взялось? А что где? Мелкий мусор какой-то. Что давай пропылесосить все. Давай все протереть, все полы. И одним словом, дорогие, день пролетел. День пролетел. И ничего. Мы доели уже все в доме. Первого блюда вообще нету. Представьте, да? Второе блюдо-то что? Там можно тянуть яичницу. Но мы, правда, до яичницы не добрались вчера. Ну, хочу сказать, что это есть. Надо сегодня обязательно готовить. Я покажу вам, чем я вчера там занималась. Что тесто ставила. Может быть, сегодня что-то испеку. Посмотрю, какую там начиночку сделать. Ну, хлебушек я сегодня выпекать не буду, ребят. Вчера делала я тесто, сделала. В холодильник положила. Вот. А сегодня уже что буду делать, тоже не знаю. Ничего. А теперь, ребят, мне надо новые накидки. Первое. Это на диван и два кресла. Подозрение, что мне придется покупать и на угол, в зал вот этот огромный, да? И сюда, на кухню, одинаковые. Потому, что одно кресло, вот от дивана, да, мы оставили в зале. Оно смотрится очень там хорошо. И надо же, чтобы она там была накидка, как на большом этом углу, да? Вот. А когда мы сюда второе кресло переставим, оно же должно сочетаться будет с диваном. Поэтому, что нам требуется? Требуются нам накидки одинаковые, что на этот комплект, что на угловой диван. Ой, ребят, а накидки сейчас не дешевые. Не, нужно купить дешевые. Ну, знаете, честно вам скажу, я покупала накидки дешевые. Очень разочаровалась. Хотя вот эти накидки мы покупали, не помню уже сколько времени прошло, но немного, ребят. Очень красиво они смотрелись новыми. А теперь мне уже они не нравятся. Ну, испортились. А то ли много мы трёмся на диванах, то ли я не знаю, что. Ой, так. Ложечка, лёжечка. Ну, одним словом. А, слово паразит. Одним словом, да? Дел еще очень много. Средств положить надо еще много, чтобы все было хорошо. Нужно два уголочка. Вот. Ой, два уголочка. Два столика к уголочку. Я сегодня что-то это... Заговариваюсь с самого утра. Или еще мозги не разработались. Сюда журнальный столик и к углу этому журнальный столик. Знаете, а вот те два дивана, что я вынесла, мужу вчера говорю, выкинь ты их, зачем они нам нужны, не хочу ни видеть, ни слышать. Убирай, говорю их. Вот. А теперь, думаю, там вот у меня на улице, вот так можно их поставить, тоже журнальный столик. Ну, туда на улице у меня есть старый журнальный столик. Вот. И тоже там, когда кофе попить летом, да, там гостей принять, просто кофе, чай, пожалуйста, посидеть на свежем воздухе в хорошую погоду. Когда ты на бассейне скупался. Там даже вот удобно я... Там прям диваны. Вот. Настоящие диваны. Вот. Очень удобно там. Ну, не знаю. Знаете, выставишь на улицу. У меня кота нету. А соседские коты очень любят у нас прогулки делать. Ну, не знаю. Сегодня я еще подумаю. Вчера я уже была выкинуть, выкинуть, выкинуть. А сегодня я поставлю, журнальный столик спущу со второго этажа. Там у меня цветы стояли зимой, я его занесла. Он у меня вообще уличный, этот журнальный столик. Но я его занесла. Вот. Ну, и попрошу мужу, скажу, оставь пока на это. Там, если что, надо перетянуть. Купить это. Хотя, может быть, даже мы так и сделаем. Перетянем его. Это. Купим. Кожезаменитель. Что если там коты и пришли, полежали. Да? Хорошо, если не обоссали. Вот. А то не любят там ходить все обсыкать. Вот мне это уже бесит. Знаете, не имею своих животных только из-за того, чтобы не ссали и не обсирали все. Ну, я надержалась. Вот так, ребят. Хотя нам котика хватает. У дочки же есть котик. Они сюда его привозят. Я очень люблю. Но мне бесит вот это, когда они обсыкают. Все углы все пообсыкают. Ой, нет, ребят. Некоторые говорят, нет запаха. Ребят, еще как есть. У моей подруги кот в доме. Она его вообще никогда не выпускает. Ну, хотя дочка тоже не выпускает кота. Ну, вот у дочери то ли порода такая, сиамский котик. Вот. То ли, ребят, я не знаю. У дочки запаха нет. Он не подсыскивает. Но они его, это, чики-чики, да? Колокольчики сделали. А у подружки у моей, она тоже его вроде бы чики-чики. Но он обычный дворовый кот. Она породу никакой у нее. Это просто взяла маленького-маленького котенка на улице. Спасла. Себе взяла. Но у него привычка. То на диван посып. Ногу задерет. Идет, идет так. Псык-псык. Представляете? Ну, что это такое? Не знаю. Территорию метит. Хотя же в доме никого нет. Говорят, вот в доме, если животное одно, оно чувствует, что запаха другого нету. И он эту территорию не метит. Он считает, что это его территория. И тут чужих нету, да? Вот. А если, а когда, вот когда вы кастрируете, и говорят, все равно это, до конца эта кастрация не проходит. Ну, я не буду умничать, потому что я точно не знаю. Это вот говорят-говорят, в Москве курт дают, да? Так оно и есть, ребят. Ну, вот. Пока это кто-то там разузнает. А природа свою берет. Ну, одним словом, ребят, в доме я не хочу животного. Не хочу. Вот знаете, даже в летнюю кухню, сейчас она будет же у нас сезонка, вот, займеть туда животного, чтобы в дом его не пускать. Вот. Ну, когда-никогда. Ну, он же там по столам начнет лазать. Да, начнет. Хоть как ты будешь убирать, он все равно на стол будет залазить. И что, вставать каждое утро, остерегаться, да? Не хочу. Я почему вот это под навесом, как бы особо тоже не хочу. Если туда выходить, это постоянно надо все протирать. Столы протирай. Эти тоже, сиденья тоже протирай. Ну, знаете, там еще что хорошо, у нас там есть одна лавочка такая. Вот. Она тоже германкином обшита у нас. И мы берем, знаете, как, вот, например, я выхожу, тряпкой промыла, вот, и положила туда накидку. Так вот, я за что хочу сказать? Вот эта лавочка, они на ту лавочку там чужие коты отсыкают, да? Медь отходят, понимаете? То один придет такой деловой, хозяин, вот. Ну, я их не гоняю. Все равно жалко, да? А, что? Ну, пришел котик, походил и пошел домой. Вот. Я даже, муж ругается, а я даже, когда у меня что есть вкусненькое, подкормлю соседских котяточек, поглажу. У нас единственное, вот, соседи, вот, у одних, вот, это, там, двое котиков, ухоженные такие вообще. Соседка вот тоже держит, у нее двое или трое котиков тоже ухоженные, но они у нее живут на улицу. Она не пускает их домой, вот. Они у нее там в бане зимой живут. Ну, знаете, все равно жалко. Ну, как не пускать домой, да? Вот. Она когда уезжает, я ее котиков кормлю. Я считаю, что, знаете, ребят, если ты уже завел животного, ну, относись к нему уже, как полагаются, да? У меня есть фотография, если я найду. У нас был дох, я сыну покупала, сын когда был подросток, я ему покупала этого доха, Арнольд звали. Вот. Но он правда, Арнольд Шварценеггер был, ой, дох вообще. Но мы относились как положено. Сын на тренировки его возил, хоть сам подросток был. У него столько медалей, ребят, покажу, обязательно покажу. Вот. И это самое. И мы прям, он у нас жил в однокомнатной квартире, мы жили. Ну, у меня большая была, 22 или 23 квадрата, только одна комната была, понимаете? Не считая прихожки, не считая кухни, там, туалеток, ладовки. Раньше коммунисты считали только одна комната. Вот тогда считается живой площадью. А сейчас все считают. А раньше только вот одна комната. Все, ребят, вот вам, жилось нам плохо, да? Это я получила квартиру. Работала в стартом доме, раздавала еду. Вот. Но я работала еще и девчонкой в каникулы. Меня всегда директор принимал. Вот. А потом, когда я уже вышла замуж, была уже беременна дочерью, да. Да, да, да. И меня, где мы приехали с Дагестана с мужем, решили жить здесь все-таки, на Ставрополье. С Дагестана приехали. Вот. Я-то и родилась здесь. У меня-то не первое поколение уже на Ставрополье. Муж у меня с Дагестана. Вот. Решили жить здесь. И вот тогда директор меня встретил и говорит, Светлана, давай, иди к нам. У нас должен дом строиться. Вот. И, как бы, получишь квартиру. Сам директор меня пригласил. Представляете? Вот. И да, да. Я могу сказать, что я горжусь даже этим, что я получила квартиру. И спасибо ему. Царство небесное. Нет этого уже директора. Вот. И что хочу сказать, ребятки, что я пришла, поработала первым ребенком, значит, ушла в декрет. Потом поработала, вышла дочечка еще. Ну, у меня получила разница между детьми год и четыре месяца. Так что я успела сразу деточек родить себе. Вот. Потом, значит, я еще дочерью вышла, поработала. Вот. Ушла в роддом. И мой муж приехал и показывает, Светланка, я получил квартиру. Боже мой, там весь роддом гремел. Как это так? Сын есть первый. Дочку родила вторую. Еще в роддоме квартиру получила. Понимаете? Там, конечно, за меня все радовались. А тогда народ был какой-то другой совершенно. Вот я сейчас что-то прям мысль у меня раз пересчетнулась на вот это. Совершенно был другой народ. Ну, я не знаю, завидовали, не завидовали. Даже, наверное, такого слова нет. Завидовали, да? А чему завидовать? Тогда давали эти квартиры. Да, трудновато было. Ну, давали эти квартиры. Ну, просто такие вот совпадения были счастливые. И люди, ой, как здорово, Светка, здорово. Все поздравляли. Мало того, да, с ребенком еще с квартирой. И я вот с этой малюточкой, когда выписалась, приехала эту квартиру смотреть. Дочечку. Да, с дочечкой. Вот такое она нам счастье принесла. Получили мы квартиру. Хорошая была квартира. Знаете, я ее потом продала. Вот. Мне было очень тяжело. Финансово мы дом строили. Вот этот же дом, да. Я продала. Как раз у меня сын поступал в институт. Денежки тоже были нужны. Ни копеечку я не потратила там на шмотки, на еду. Все вложила в дом. И, конечно, мне эти деньги помогли, когда поступал сыночек. Вот. Потому сыночек у меня поступал здесь по месту. Вот. Но тогда начиналось. У нас даже если ты на бюджет поступаешь, какая-то сумма вносилась, но после первого года обучения возвращался какой-то процент. На втором году обучения тоже возвращался, если тебя не выгоняют, и ты остаешься на бюджете. Короче, я уже не помню. Это уже столько лет. У меня уже внук в этом году поступает в институт. Не помню, ребятки. Короче, если ты не вылетаешь с бюджета, вот, то эти деньги возвращаются. А я должна была оплачивать, значит, сумму то ли за два года, то ли за три года обучения в институте. Ну, такие правила были. Дочечке не было таких правил. Она обучалась. А сын у меня обучался в юридическом, вот. А дочка заканчивала. У сына был московский юридический. А дочечка у меня обучалась машинно. Короче, я даже, наверное, не скажу. Она может работать в ГАИ, потом в строковой. Инженером может работать она, потому что там технический УЗ был. Ой, ребят, там у нее Сопромат был. Тяжелый такой очень институт был. У сына тоже тяжелый. Института легкими не бывает. Поэтому у меня дочка, знаете, как может и в машине разобраться, да, потому что автомобильный там какой-то. Ой, даже врать не буду. Ну, в общем, мои дети институты закончили. Мы с мужем институты не закончили, но мы получили свое образование техникум. Вот. Сейчас, наверное, это к чему-то приравнивается, да? Я даже не знаю. Не буду умыничать. Не знаю. Просто сейчас к слову пришлось. Кофе бесподобное. Ой, ну что-то я еще не ожила. Устала очень. Очень я вчера устала, ребятки. Я уже, наверное, вчера часов девять только полы помыла на первом этаже. Да. Ну и то. Я помыла, вот, уже когда мы тут угомонились, а уже все-все-все, детки мои уехали. Я пол помыла. И туда-сюда пошла второй раз, искупалась и пошла только в постель. А в постель я пошла, ребят, где-то около десяти. Да. Так что тоже не сказать, что рано, да? Вот. Ну все. Такие вот рассказики у меня получились, ребятки. Угол очень мне понравился. Такой мягкий. Так удобно лежать. Мой муж на весь рост. Вот этот диван. Он... Я еще более или менее ноги вытягиваю на вот на этом комплекте. Хотя два метра. Ну, два метра, он, знаете, как, ребят? Два метра, это он, наверное, весь два метра. Вот. А внутри человек не помещается. Вот я со своим ростом, и то, если положила, допустим, подушку, не положу же я подушку на подлокотник. Правильно? Правильно. Это шею сломать можно. Вот. А если я ляжу, положу подушку и ноги, я не вытягиваю. Вот чуть-чуть наискосочек, тогда я только вытягиваю ноги. В общем, только посидеть. А тут угол. Хорошо. Очень хорошо. С одной стороны я легла, с другой стороны муж лег. Так, они один край тебе... Ой, такая это... Здесь такая кнопочка. Ты вот так легла. Ой, села на кресло, вот так нажала кнопочку. Тебе ноги поднялось, опустилось, если ты вдруг поспать захотела. Ну, класс. Я вам покажу. Тоже видео прикреплю обязательно. Посмотрите, как внук на кресле вчера говорит. Я как на самолете летал. Так он смешной. Туда-сюда гонял это кресло. Ой, господин. В общем, удобный угол, удобный. Самое главное, что он мягкий. И, как мне сказали, что наполнитель там доброкачественный. Ну, так вот, если они такую цену большую берут, я думаю, что они должны доброкачественно, как говорится, да, сделать эту мебель. Ну, это делает наша российская фабрика. Вот. Фабрика делает... Ой, какой же город? Забыла. Забыла какой. Ну, в общем, Россия. Вот. И там наполнитель. Все это, как говорится, такой качественный. Вот. Я не гонюсь за какими-то там заграничными. У нас много мебели. И турецкой мебели много. Потом есть еще даже с европейских каких-то стран у нас тоже мебель. Мы ездили, смотрели. Но мне ничего не понравилось. Вот вообще ничего. И мне в зал... Вот я когда-то, когда-то очень давно, когда еще такие были лихие наши девяностые, я была заумагом в мебельном магазине. Вот. И я что вам хочу сказать? Что, ребят, тогда еще говорили производители мебели, что если предназначено спать, например, на диване, да, значит, будет плохо сидеть. То есть, если будет диван для того, чтобы удобно сидеть, значит, будет неудобно спать. Вот. И я в зал. Не стремилась, брат, для того, чтобы нам спать там постоянно. Достаточно места у меня в доме. У нас есть спальни и для гостей, и для детей. Вот. И мы с мужем. Вот. У нас наверху четыре спальни. И достаточно. Там есть специальная кровать. Там есть удобные диваны, которые вот именно спать. А вот уже в зал мне нужно. Вот этот комплект у меня раскладывается. Пожалуйста, раздвигай, спи. У меня на кухне вот, который был уголочек. Вот. Ну, там, знаете, если честно сказать, только один человек может. Но он удобный, хороший. Разложить и спать. Теперь на летней кухне тоже можно спать. Вот. И в зал поэтому я не стремилась брать для сна. Мне надо было удобно сидеть. Ну, и когда там пошел, полежал, тоже удобно. Так что я довольна. Выбором этого угла я довольна. Пусть теперь нам служит верой и правдой. Ой, господи. Я смеюсь, говорю. Я вот этот комплект брала. Он из чистого дерева. По тем временам. Это я еще когда работала за магом, я себе этот комплект выбрала. Кстати, тоже российский. Весь из чистого дерева. Да? Сейчас я вам скажу, сколько это лет. Вот этот комплект у меня. Лет 15. Вот этот комплект. Поэтому он уже себя оправдал. Единственное, надо перетянуть вот эту большую подушку, на которой спим. Нет, она не испортилась. Там ткань уже, ну, пришла в негодность. Хотя я, ну, и то, можно еще пользоваться и пользоваться. Зашить и пользоваться. Вот. И то, что хочу вам сказать, это она не протерлась. Ничего. Ну, я накидками пользуюсь. Я не люблю затертую мебель. Знаете, когда у меня угол, да, его будет тяжело подобрать очень. Но я уже подобрала накидки. Вот. Поэтому я себе, как говорится, только буду накидывать. Хотя некоторые говорят, ой, что это такое мебель накидывать? Да то, отдать такие деньги, и у вас будут вот эти затертости. Терпеть не могу. Засаленная. Хоть, как говорите, вот головой тремся. Вот. Когда голова потная. Когда, что я, если у меня будет, например, пошла, поработала, ну, искупалась я, да. Что, постоянно голову мыть, извините меня, волос? А сейчас начнется лето. Нет, конечно. Постоянно я, да и никто не моет, я уверена. Если кто говорит, чтобы на угол сесть, я пошла, вымала голову. Да. ППП. Не буду ругаться. Вот. Поэтому нужны накидки. Нужны, чтобы засаленности не было. Нужны накидки. Вот. Я сегодня этот угол хорошо пропылесошу. Прям хорошо. Потому что, когда изготавляют мебель, все равно пыль есть. Я была в цехах, где изготавляют эту мебель. Я все знаю. Поэтому, ребятки, пылесосить надо обязательно. Вот даже и новая ткань. Вот. Я сегодня, у меня маленький пылесос есть наверху. Он прекрасно подойдет, чтобы пропылесосить. Вот. А что я хочу сказать вот за вот этот комплект. Ребят, наш, краснодарский. Это делают в Краснодаре. Делали. Фабрика Авиа была. Вот. Я не знаю, есть ли она сейчас или нет. Настолько качественная мебель. Настолько качественная. Я же вам говорю. Вот, ребят, я... Если я вам покажу новое. Вот, представляете, ткань не вытирается. Ничего. Нигде засмаленности вот этой нет. Выстави сейчас мою мебель. Вот. Только единственное дерево. Да. Вот. У меня дети мои. Внучата же были маленькие. И внучечка, и внук. То машинками игрались машинки. Бах-бах об дерево. А там же все лакированное. Вот внизу. Да вам видно вон кресло. И они вот, когда там подбивался лак туда-сюда. Вот если заново все это дерево обработать и покрыть лаком, у меня комплект новый, ребят. Идеально новый. Нигде затертости нет. Вот поверьте. Вот так, да? Вот и как относишься к мебели, я хочу сказать. Так зато я снимаю накидки на какие-то там, может быть, день-два, да? Чтобы их простернуть и высушить, да? У меня диван стоит. Красота. Мне не стыдно. А есть что? Потом накидывают. Когда вы уже ухандохаете эту мебель, а денег нет купить. Вот. И вы начинаете накидки делать. А потом постирать накидки, он стоит, да? Маморозное, позорище. Да и самим сесть. Как? Не-не-не-не-не. Нет. Я не согласна. Мебель должна быть накрыта. Никого не слушайте. Если вы хотите, чтобы у вас достойно была мебель, подберите красивые накидки. Да, я меняла очень много. У меня и дешевые были, средств не всегда хватало. Я покупала дешевые. Ничего. Купила дешевый там. Через год-полтора я ее выкинула. Вот. Да, вот это может быть и года два-три накидка у меня уже. Я может и больше даже. Наверное, три точно. Вот. Она уже в негодность пришла. Да хрен с ней. Выкину, да и все. И сожалеть не буду. Куплю новую сюда накидку. Зато мебель. Ммм, как стоит. Наверное, мы поговорили обо всем с вами, да? Вот. А теперь что? Пойдем готовить с вами. Я, наверное, выпущу сейчас вот то, что мы с вами сейчас здесь побеседовали. И вчера, что мы, как мы, мебель туда-сюда таскали. Вы посмотрите мой комплект. Поэтому, я думаю, до обеда я управлюсь вам видео выложить. А уже что я буду готовить и как дальше мой день будет проходить? Это уже будете смотреть вечером. Вот. А сейчас, надеюсь, все у меня будет хорошо. Будут силы. Вот усталость какая-то, знаете? Но приятная. Усталость приятная. Потому что вчера хорошо поработали. Муж мне предлагал сегодня поехать. Он поедет в световод. Или световод. Нет, световод называется магазин. Там он отраву для деревьев хочет попрыскать. Мы же в феврале прыскали. Надо сейчас обязательно. Уже листочек пошел. Поэтому надо прыскать. До цветения. Вот. До цветения хотя бы пару раз пробрызгать надо деревья. И после цветения можно побрызгать. А потом уже все, ребят. Потом уже, наверное, нельзя. Вот. И это самое. Предлагал поехать мне с ним вместе в магазины. А я говорю, нет. Мне надо немножечко поработать. Вот. И, как говорится, чтобы никто мне не мешал. И с утра выпустить видео. Не поехала. Из-за вас не поехала. Вы виноваты. Вот. Подписывайтесь. Пожалуйста. Очень прошу. Моя семья на ютубе умницы. Просто умницы. Подписываются. Да. Активно участвуют в комментариях, в лайках. Вот. Спасибо вам огромное. Огромное, преогромное. А на дзене двоечники. Почему плохо смотрите меня? А. С ютуба. Вы молодцы. Я понимаю, что вы преданные ютубу. Ну, подпишитесь на дзен. Ну, пожалуйста. Я вас очень прошу. Пока подписались только мои друзья и родственники. Давайте подписывайтесь на дзен. Еще раз повторю. В поисковике набираете с большой буквы Светлана и Александровна. Через стире. Там выйдет Светлана Александровна. То есть я в синей кофточке. В такой кофточке, как я вас поздравляла с 8 марта. Да, 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 девчонки. Ну, поддержите. Вы же у меня молодцы. Я всем благодарна, кто подписывается. Спасибо, спасибо, спасибо. Печально, конечно, что ютуб нам за старания не платит. Очень печально. Ну, а что сделаешь, да? Теперь надеемся на то, что когда-то этот дурдом пройдет. И нас также оценят правители ютуба. И опять включат монетизацию. Но об этом, конечно, молчать нельзя. Некоторые об этом не говорят. Нет, все стремятся заработать. Это нескрываемо. Но в данный момент мы работаем на ютубе бесплатно. Ничего. Зато у меня семья, зато у меня друзья. А вы знаете, я чувствую уже, что вот меня ждут определенное количество людей, которые привыкли меня смотреть, да? А я думаю, что вы обо мне думаете. Вот как у нее день прошел? Сейчас посмотрим, да? Ну, то есть я уже стала блогером, которым интересуются. Пока еще не сильно известная. А кто его знает? Да? Может быть, стану известной. Может, вот настолько меня полюбят мои подписчики. И будут интересоваться, как у меня дальше. Я, как говорится, стану известной. Уже более известной блогершей. Нет, я знаменитостью никогда не стану великой. Но тем не менее, да, ребят? Ну, уже правда. Вот вы становитесь друзьями. Интернет, семьей моей. Так, ребяточки, пока все. Не забывайте, что я вас просила. Поддержите меня. Ой, моя кнопочка далеко. Встретимся еще. После обеда обязательно встретимся. А вот он выключаться не хочет. Вот всегда почему-то она не хочет выключать. Кунопка, телевизор мой. Да? Телефон не реагирует, не хочет. Говорит, я еще хочу поболтать. Что это? Посмотрите, что у меня творится, ребята. Да-да-да, мои дорогие. Уже перенесли сюда диван. Этот у меня уже на выход в летнюю кухню стоит. Ну и, конечно, зал покажу. Зал готов. Помыла только пол. Готов как раз уже к установке угла. Наверное, здесь останется одно кресло. Ой, целая революция. Честное слово, ребят. Еще как угол станет. Вот здесь вот не знаю. Наверное, все-таки одно кресло придется убирать отсюда. Поважаем детей. Дети мои, поехали. Папа проверяет машину. Пока-пока. Ну, вот так диван смотрится. Понравился? Это со старой мебели стоит. Сейчас уйдет на кухню. Я вот так постараюсь уйти. Не, не получается показать. Он почти, оказывается, 4 метра, этот диван длиной. Вот теперь смотрится зал совершенно по-другому. Сейчас стану как-то вот так вам показать его. Вот так, чтобы обзор был. Ну, и накидку хочу, конечно, я хорошую. Вот такой диван получается. Еще ничего между собой не скручено. Покажу вам, что получилось. Покажу вам, что получилось. Вот, обратите внимание. Здесь будет зона отдыха у меня. Это выход у меня. Вот. Потом, когда уже уберем мы барную стойку совсем, здесь станут два кресла. Видите? Отлично. Да? Барной стойки не будет. Здесь пространство будет огромнейшее. Вот мы стол сюда перенесли. Я уборку делаю. Палы пропылесосила, полы мою. А он будет стоять. Вот где два кресла, над печкой, немножечко ближе к окну, чтобы там был проход. Представляете, какое пространство у меня убирается. Барная стойка. Очень я погорячилась, когда ее заказывала. Ребят, 15 лет стоит. Что хотите? Это была мода такая. Я тоже делила зону приготовления. Здесь обеденная зона была. А теперь мне хочется зону отдыха сделать. Шикарно. Одно кресло оставили в зале. Как я вам не показала. Я же все-таки купила себе тряпку новую. Видите? Довольная, конечно, как слон. Старую выкидать не буду. Она, ничего с ней не случилось. Только вид потеряла. Буду в летней кухне мыть полы. Ты обалдеешь, сына? А, да. Тут, тут. Удачи.